И всем привет, ребят, с Местер Вак, я сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний второй видеоролик хотел бы посвятить контрактам, обсуждениям, вашим мнениям по поводу этого ивента, которые сложились у нас за вчерашний игровой день. Вчера у нас был, по сути, день, ну можно сказать, открытия этого ивента, да. Все-таки это были первые итоги, первые мнения, первые впечатления по поводу ивента. Ну и сегодня хотелось бы почитать ваши комментарии под моим видеороликом, который вышел вчера. Плюс высказать свою точку зрения, что я думаю по поводу этого ивента в целом, какое у меня мнение сложилось, да, и как я вижу этот ивент на сегодняшний момент времени с точки зрения интереса, актуальности, ну и того, что у нас вокруг него вообще происходит в игре. Если вам нравятся подобного рода видеоролики, если вы ждали этот видос, если вам нравятся вообще видосы с мнением вашим, где я разбираю ваши комментарии, то обязательно поддержите данный видос лайком, забывайте подписываться на этот канал, ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов, для этого у нас сроки игры в аккаунте, кстати, мы лично, так и так и темпе. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что же касаемо ивента, то на сегодняшний момент времени у нас уже идет третий день, два первых дня закончилось, и все в ивенте выглядит, ну, интересно, наверное, с точки зрения того, что нету какой-то определенной лидирующей команды, то есть каждый день у нас места меняются, но пока есть только одна лишь фракция, это фракция Рикадуев, которая за первые два дня заработала 350 очков из 400 возможных. Напомню, что это именно та фракция, за которую я попался на основном аккаунте, но, как показывает третий день и его начало, далеко еще не факт, что именно эта фракция будет лидировать дальше, да, потому что, исходя из того, что я вижу, тут фракция меняется постоянно, и меняется она из-за того, что у нас как раз-таки меняется количество игроков в каждой фракции, да, то есть где-то игроков становится больше, где-то меньше, кто-то выполняет заданки, кто-то не выполняет заданки. Но вчера у нас произошла, ну, как всегда в таких ивентах бывает, казус, о котором, ну, по сути, большинство игроков и высказалось в комментариях под вчерашним видеороликом, да, то есть неправильно работали, как говорится, распределения, кто-то не понимал, как это работает, ну, и давайте вообще почитаем, какие комментарии под видосом у нас остались. А, ну, и с рестарта еще заданки не выполнялись, точно, я совсем забыл сказать, заданки у нас тоже не работали, поэтому с этим тоже есть своего рода определенные неприятности. После рестарта мне так удобно, так как 9 вечера Зарькадуев взял 2 голда в ТД, на радостях от выполнения заданки сбросил ребятам 2 своих голда и не засчитал, а зашел на форумы, везде десятки сообщений об этой проблеме, сидеть целый день и ждать, когда пофиксят, у меня нет возможности, вечером перепроверю, потом буду писать в техподдержку. Не могу вспомнить ни одного ивента без проблем, но вот сами же разрабы понимают, что лажают, разве уже не пора бы создать фонд на постоянной основе для компенсации криворукости, написал Андрей. То есть, грубо говоря, с рестарта не было возможности выполнить заданку с как раз-таки голдами. То есть, вы берете голды, но они в заданку не начислялись. Проценты по первому дню явно подсчитаны некорректно. Последние как минимум 3 часа они менялись, а после рестарта уже через час были данные по процентам за второе задание. Хотя в этом время учет пойманных голдов не происходил. Мало того, что разработчики косячат с фиксацией выполнения задания, так и данные о выполнивших задания фиксятся. Это написал Винни-Пух. И в целом я соглашусь с тем мнением, что вообще непонятно, как эти очки распределяются. То есть, у нас не написано количество игроков в той или иной фракции. У нас нет общего количества купленных фракций. У нас нет тайминга, как меняется это все дело. То есть, нету информации, например, в Дискорде бывали у нас ивенты, когда была инфа по часовой, как все меняется. То есть, где можно проследить прям тенденцию. Здесь же у нас нету ничего абсолютно. И тут только можно надеяться на честность. Но правильно ли это все считается, либо это берется с воздуха, никто не знает. Поэтому это может быть вообще просто визуальные числа, а на самом деле это все не работает так, как есть. То есть, в теории, в теории это может быть все выдумано. Потому что мы не можем это никак проверить. Поэтому здесь тоже в рамках ивента довольно мало подробностей есть. То есть, я все, что вижу, это проценты и вижу статистику события за тот или иной день. Все. То есть, больше я ничего абсолютно не вижу. Поэтому это меня тоже в моменте настораживает. Если бы моя фракция, например, постоянно занимала бы последнее место, то у меня было бы еще больше вопросов. Пока она набирает большее количество, но у меня меньше вопросов, да. Красиво. Возможно, уже починили, но факт есть факт. Тем, кто голды раньше забирал, ничего не засчитали, да. Это отсылка к видосу, то, что я там за 15 секунд поймал два золотых ящика. У меня мульты основаны рекодуя. Смотрю на проценты и думаю, вот повезло же. Самые последние. А оказывается, не то, не такие и продуи. Возможно, и не продуем. Да, рикошеты сначала занимали у нас последнюю строчку, потом бамс, заняли второе. Вчера вообще первое, да. То есть сначала они вообще выглядели прям очень грустно. Поэтому вот еще одна отсылка к тому, что непонятно, да. То есть сначала фракция прям просто проигрывает, без шансов проигрывает, да. И ничего у нее не получается. Потом бамс, и она уже выигрывает. Странно. И еще раз странно. Когда очки будут начисляться в личный зачет. Так, это уже у нас как бы понятно. Здесь есть отсылка. Также вот написали разработчики к Гарри Поттеру. Да, человек тоже написал. Как у меня не засчитали первый скам. Выполнил задание вчера, очки еще не засчитали. Ну, уже все засчитано. Понятно, очевидно. Твинзеры на первом месте. Так, давай промокоды рекодуя. При эту песец не засчитали. Так, Мишанечка там. Блин, думал рекодуи сосо делать будет. Но опупел, когда топ-2 заняли на первом контракте. А сейчас на топ-1 двигаемся. Пацаны главное не отчаиваться, играть и пытаться ловить золотых ящики. Но это немножечко мотивации было тоже. Сломаны контракты, доступ запрещен. Ну и в принципе, как у нас в танках и бывает, дефолтные комментарии здесь везде у нас присутствуют. Ну и кто-то вот даже пишет World MSM Shorts. Простите меня, братцы, твинзерины. Вчера не выполнил заданку. Поздно после работы пришел и стал. Ничего, сегодня и последующие дни можете на меня рассчитывать. То есть из интересных комментариев, в принципе, наверное, все я прочитал. Сам же думаю, что ивент пока что с точки зрения интереса, конечно, неплохой. Да. Но этот интерес разработчикам 100% нужно развивать. Да. То есть нужно больше информации, более подробной информации, да, по статистике. Иначе есть много вопросов. Ну и в ивенте очень многое еще меняется из-за того, что у нас пропуск события. Его постоянно можно покупать, да. То есть ты его можешь постоянно докупать. Из-за этого ты балансишь, вернее, дисбалансишь очень жестко стату этих ивентов. То есть в моем понимании тогда уж лучше была уже неделя, да, за которую нужно было купить. Если уж была неделя, то можно было бы просто уже отключить возможность покупки, да. И все, кто купили, уже участвовали бы. Да. Так-то получается. У тебя сначала 1% игроков в твоей команде, потом другой процент, потом третий процент. И если кто-то хочет, может просто специально, например, там с вавиков, да, у кого там по 300, по 400 аккаунтов, может просто взять, покупать и рушить очки для той или иной команды. Ну, в теории, да. То есть это можно делать. Поэтому тоже здесь есть много вопросов по этому поводу. Я думаю, что если подобного рода ивенты будут и делать дальше, то нужно в этом плане поработать и исправить ошибки, да, в любом случае. Ну, а так, пишите, что вы думаете по этому поводу. Ну, хотелось бы увидеть и услышать комментарии по поводу этого ивента от вас. Что вы думаете? Оставляйте все свои мнения под этим видеороликом. Если этот видос наберет большую огласку и активность, то, быть может, я еще подобного рода формата видеоролик под конец, например, этого ивента сделаю. А может быть, под середину, если будет много чего интересненького. Может быть, что-то вы там напишите, какую-нибудь секретную инфу, либо там свои недовольства, либо там пожелания, либо еще что-то. Но, в любом случае, если это будет все интересно, почитать, посмотреть, то мы еще к этому темочке вернемся. Поэтому обязательно проявляйте свою активность, подписывайтесь на канал, поддержите видеоролик лайком. Ну, и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше. Ссылочка на розыгрыш есть в описании. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.